Город разрастается, а автобусов не хватает. Жители сразу нескольких районов жалуются на неудобную схему движения маршруток. Им приходится часами ждать общественный транспорт. Какой выход видят перевозчики, разбиралась Мария Терехина. Ждешь полтора часа, полтора часа, сидишь на остановке и ждешь. Это же просто невозможно. В ловушке оказались жители улицы Елены Стасовой. Выбраться отсюда в центр города, до больницы, отвезти детей в школу очень сложно. Для тысячи пассажиров здесь работает единственный автобус, 26-й. И тот ездит, говорят местные жители, через раз. Они с июля, как заселились в новые высотки, выпрашивают у администрации еще хотя бы один маршрут. Представители мэрии... Городской мэрии. Не помню, как его... К сожалению, не представился. И просто было предложено, что ходите пешком. И плакали. Вот здесь вот были с навозом машины, обращались к ним, подвезите вы хотя бы нас. Они подвозили вот таким способом на навозных машинах. Потому что выбраться невозможно. Один на всех такая схема с автобусами работает и здесь, в районе мясокомбината. До конечной остановки на улице Норильска ходит лишь 52-я маршрутка. Во-первых, смотрите, какой район. Он весь расстраивается. И всего один автобус. Утром вообще бывает так, что он... Конечной остановки уже идет полный-полный. Очень все как-то непродуманно. Пофигистки. Четвертый мост запустили в эксплуатацию почти год назад. И такое ощущение, что исключительно для автомобилистов. Автобус здесь ходит только 31-й. И то на нем не доедешь ни в Бобровый лог, ни на столбы. А перевозчики и вовсе заявляют. Транспортная схема в Красноярске требует глобальной переработки. Та, что сейчас уже давно устарела. Изменили центры притяжения пассажиров. Изменились понадобность пассажиров. Появился... Ушли там КРАС, КРАС-МАШ. Как такие большие пассажиропотоки. Появилась планета. То есть изменение произошло в целом в городе. Появились новые микрорайоны. Покровский тот же микрорайон. Мясокомбинат. Поэтому, конечно, это необходимо новое обследование. И необходимо изменение маршрутной сети. Сейчас автобусы ходят либо пустые, либо переполненные. И не окупаются даже при цене проезда в 22 рубля. Если выстроить грамотную маршрутную схему, считают специалисты, то количество автобусов можно сократить. И, возможно, даже снизить стоимость проезда. Взять, например, город Пермь. Тоже миллионник, только площадь застройки в два раза больше, чем в Красноярске. А проездной билет стоит всего 16 рублей. Все потому, что маршрутная сеть построена грамотно. Мария Терехина, Станислав Смирнов и Дмитрий Комаров. Седьмой канал.